Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Сегодня 28 февраля, последний день зимы. Мы дружно ее проводим и попрощаемся, и сделаем шаг навстречу к весне, к новым надеждам. Но перед этим предлагаю узнать о погоде. В Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 плюс 5. В горах местами до минус 5. Днем 9 плюс 14. В горах местами до плюс 7. В Черкесии переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 3. Днем 11-13 градусов тепла. Неугасимый огонь памяти. Под таким названием в средней школе имени Героя Российской Федерации Хамзата Бадахова поселком Ара-Ягы прошло мероприятие, посвященное окончанию месячника патриотической спортивной и оборонно-массовой работы. Также в преддверии в школе была открыта парта Героя имени Героя России Хамзата Бадахова. Подробнее о мероприятии расскажет Алихан Лепшоков. Военно-патриотический месячник объединил всех, кто предан и служит Родине. И сегодняшнее мероприятие дань памяти тем, кто отдал свои жизни за мир и свободу, отметили организаторы. Школьники средней школы поселка Ара-Ягы продемонстрировали свои литературно-музыкальные номера. В течение всего месяца наши учащиеся принимали активное участие в различных мероприятиях, занимая призовые места. В нашей школе месяцу патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы мы придаем очень большое значение. Основной целью работы в области военно-патриотического воспитания для нас является возрождение лучших гражданских традиций и формирование у учащихся высокого патриотического сознания. В преддверии Дня защитника Отечества была торжественно открыта парта героя имени Героя Российской Федерации Хамзата Бадахова. Данный патриотический проект партии «Единая Россия» направлен на формирование у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества. Гости мероприятия подчеркнули, что сегодня каждый из них окунулся в печальные, но героические страницы истории нашей страны. Для меня всегда воин, это был примером доблести, чести и смысла существования большого государства. Ибо без воинов, без защиты государства от чизны, государство само не может существовать, особенно в наше время. Хотел выразить от имени ветеранов, афганцев, ветеранов МВД, которые служили в горячих точках. Большую благодарность коллективу, детям. Яркие музыкальные номера никого не оставляли равнодушными. Школьники так чувственны и талантливо выступали, стараясь передать те трагические героические картины войны, что у многих зрителей наворачивали слезы на глазах. Каких имен нет на могильных плитах? Их всех времен оставили сыну. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся сыну. Для нас очень важно помнить и брать в пример таких наших героев, как герой России Хамзат Бадахов, отмечают школьники. Мы изучаем его биографию и активно принимаем участие во многих патриотических мероприятиях. До этого я не знала о том, что он еще и ученый. Он после войны поступил в университет и стал ученым физико-математических наук. И это было для меня открытием. Месячник патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы в нашей школе прошел очень активно и интересно. Было проведено много различных мероприятий, в которых мы участвовали с большим удовольствием. В завершении мероприятия гости и школьники возложили цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны. Аль-Халип Шоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Мараялы. Недавно на телеканале «Культура» вышла программа под названием «Вкус абазинской халвы» из цикла «Любовь, моя Россия». Программа была посвящена традициям и обычаям абазинского народа. Участником данного проекта выступила руководитель отдела «Семья и дети», объединения «Алашара», координатор работы женсовета организации Нателла Джимакулова. И в эти минуты в нашей студии. Обо всем этом Нателла расскажет моей соведущей Берри Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Нателла. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время. Я сегодня пришла к нам в гости. Повод для нашей с тобой встречи, он очень хороший. Потому что не так давно на канале «Культура» вышла программа из цикла «Любовь, моя Россия». И программа называлась «Вкус абазинской халвы». Ты стала участником этой программы. Мне бы хотелось узнать, кто тебя пригласил на эту программу, как ты туда попала, как о вас узнали, о чем вы говорили. Как все происходило? Я являюсь координатором женских советов, абазинских аулов при организации «Анула Шара». И мы в 2020 году выиграли президентский грант, который на написанный проект «Абазинские традиции молодым хозяйкам». То есть мы не преследовали цель. Мы хотели через этот грант, современным путем, всеми известными, как бы в силу обстоятельств, которые произошли эти года, мы были ограничены в проведении каких-то более масштабных мероприятий. И мы решили немножечко видоизменить проект. И мы его перенаправили на снятие роликов абазинских традиций и обычаев. Мы сняли три мастер-класса абазинских блюд и три обычаев. И вот первый у нас был ролик, он был посвящен традиционной абазинской халвы, которую готовят именно в день свадьбы, свадебную халву. Мы попытались максимально реконструировать так, как ее делали именно в старину. И полностью сопровождающий цикл традиционных обычаев, которые проходили, мы все это воссоздали в ролике. Он у нас получился таким интересным, колоритным. Мы сами очень вдохновились. И более того, мы пытались сохранить для наших молодых будущих абазинских хозяек, но, оказывается, нас смотрят в России. И нас очень сильно удивило этому, что такой интерес проявили к нашим роликам. Позвонили в руководство, и они более детально об этом поговорили. И руководство решило, и женсовет в целом решили, что бы я поехала туда на передачу. А как вообще это была запись, это был прямой эфир, как все происходило? Кто был автором программы, кто был ведущим программы? Ведущей программы был Пьер Бараши. Продюсер программы была Марина Петронянц. У нас довелось немножечко пообщаться до программы. Это была запись. Но она говорит, я была как будто с вами и снимала вместе с вами эту передачу. Настолько качественно, ярко, динамично вы сняли. Имеется в виду ваши фильмы? Да, им очень понравились наши ролики. И получается, я дополняла ролики, то есть рассказывала о них, и ролики вставляли. Наш же материал показали уже. Какой хронометраж был у программы? Получасовой. Хотелось бы узнать о реакции наших местных людей, кто видел вообще ваших зрителей. Ну, у меня и у Женцовета, и вообще у организации в целом было сначала удивление, что вот мы, нам удалось привлечь внимание к нашим скромным роликам. Но оказалось, мы интересны им, в России, в нашей традиции на самом деле. И более того, и даже после этого последовало еще одни гости приехали, другая передача «Вокруг света» называется, это из Екатеринбурга приехали к нам и снимали. Тоже вот как первое укладывание ребенка в люльку, женщины тоже показали в населенном пункте. Они прям хотели, это как в семье происходит, то есть не постановочно, а именно вот в настоящей семье, как этот обряд проходит. После этого тоже сняли. Так и получалась, цепочка получилась у нас, вытекающая. А как вы снимали эти ролики? Кто в них участвовал? Участвовали актив села, желающие. Я собирала информацию, писала сценарий. Мы с женщинами потом это, можно сказать, немножко даже репетировали. И сами же женщины участвовали в этих же роликах. В основном постановочное все было. В основном постановочное. Но мы, почему это показываем? Мы пошагово, что означает тот или иной обряд, почему именно эта еда символизировала для этого обряда, мы вот это все сопровождали. Ну тут, мне кажется, самое главное, людям интересно, как это происходит у других народов. Да. И тем более это как-то и колоритно, маленький народ. И вот какое-то взаимодействие идет. Ну сейчас бы я хотела немножко поговорить о вашем женсовете. Я знаю, что не так давно вы отметили юбилей. Да. Какие итоги у вас? Ну, итоги хорошие. Поначалу, когда мы вот в 2016 году, Муса Хабалевич Екзеков, наш руководитель, наш президент организации, он собрал женский актив, с которыми он хотел обсудить ряд актуальных вопросов, касающихся сохранению языка, традиций. И более того, что женщина, она более ответственно подходит к таким вопросам, щепетильнее, он собрал их и поставил перед ними такие задачи, чтобы во всех населенных пунктах были ячейки женсоветов. Даже я, смело говорю об этом, даже я была немножечко поначалу, мне было даже страшно, а получится у нас, пойдет ли интерес вызовемый у людей. Но так или иначе, у нас удалось создать эти ячейки женсоветов. Кто-то немножечко скептически к этому относился, кто-то воодушевленно. Но придумываем мероприятие. И у нас получалось как? Через мероприятие у нас удавалось объединить людей. Или там какое-то определенно касающееся традиции мероприятие проведенное, сами женщины вдохновлялись. Более того, через какой-то определенный момент другие женщины активные сами начали проситься в наш женсовет. И у нас пополнился он более креативными, талантливыми женщинами. У нас очень поэтессы, гармонистки тоже. У нас очень весело. Мы и полезной работой занимаемся. Вот в период эпидемиологической ситуации женщины очень хорошо себя проявили, за что мы им очень сильно благодарны. Они сами скооперировались, написали списки нуждающихся в своих аулах. Все равно каждый в своем ауле знает ситуацию в целом. Они не дождались чьей-то помощи. И сами своими же силами продуктовые пакеты носили, лекарства. А потом с Масой Хабальевичем у них был скайп. Они предоставили ему списки. И они все вместе осуществили закуп медицинских лекарств. То есть и оборудование, и лекарств. И распространили в своих населенных пунктах. В общем, женсовет работает. Пять лет уже. Пять лет. Это уже такой определенный этап. И еще, возвращаясь к вашим роликам, я думаю, вы не про все обычаи успели рассказать. Наверное, вы будете продолжать? Да, да. У нас, более того, эти ролики очень сильно вдохновили. И мы планируем по весне. Сейчас мы подготовили пошаговый сценарий. Мы хотим снять наполовину художественный, наполовину документальный фильм «Абазинская традиционная свадьба», как она была. И все сопровождающие. Реконструировать пошагово полностью. И об этом всем рассказывать. Думаю, вас опять пригласят, может быть, на другую программу. Это тоже будет очень интересно. Я желаю женсовету и лично тебе успехов. Спасибо большое. И спасибо, что была гостьей нашей программы. Спасибо большое. Член студенческого научного общества КЧГУ имени Умара Алиева Бэлла Межаева стала победительницей международного научного конкурса исследовательских работ. Она представила свой труд под названием «Маяковский поэт на все времена». С победителем конкурса побеседовал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Доброе утро, дорогие телезрители. У нас сегодня в гостях победитель международного конкурса научных проектов Бэлла Межаева. Доброе утро, Бэлла. Для начала хотелось бы узнать, расскажи нам, что из себя представляет вот этот конкурс, где ты участвовала, и что за работу ты представляла. Мне пришло приглашение от научного общества Всероссийского, Future Science, где они пригласили меня поучаствовать в данном конкурсе. И я отправила свою научную работу. Она называется «Маяковский поэт на все времена». И я постаралась поднять очень важные проблемы на данный момент, особенно ситуация с коронавирусом. Очень интересно, почему ты выбрала именно Маяковского, и чем он тебе так нравится, его произведения окликаются ли современностью? Каждый раз, когда я говорю об этой научной работе, люди удивляются, почему здесь Маяковский, почему здесь коронавирус. Я им отвечаю. Маяковский Владимир Владимирович на собственном опыте пережил карантин, то есть он не выходил из дома в течение нескольких месяцев, и он писал стихи все это время. Также Владимир Владимирович по своей натуре был человеком чистоплотным, и каждый раз он мыл руки и обрабатывал их. Я считаю, это очень важно, потому что на данный момент распространяется с высокой скоростью омикрон, и очень важно следить за собой. Также мне понравились очень строки из его стихотворения «Шагай 100 миллионная масса в 100 миллионах масок». И на данный момент, мне кажется, это очень актуально, потому что складывается такое ощущение, будто писатель чувствовал, что может произойти на данный момент. Я еще со школьных времен изучала его творчество, в принципе, его личность мне очень импонирует. И в какой-то момент я перечитывала сборник его стихотворений, и поняла, что я тоже могу писать стихи, я начала писать стихи тоже, потому что я поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься, помимо науки. И благодаря нему я написала такую блестящую статью, я считаю ее блестящей, потому что она очень актуальна на данный момент. И из-за него у меня изменился стиль стихосложения. Я стала писать иначе, я стала писать свободнее. Ну и в завершении, Бала, я хотел бы узнать, есть ли какие-нибудь планы для участия в других конкурсах? И почему тебя так привлекает наука? Я начала работать над проектом, который перекликается с наукой, и я очень хочу подать его на грант. Но пока я не могу рассказать, что это за тема. Но я очень надеюсь, что у меня получится ее реализовать. Также из-за того, что я начала свой научный путь недавно, я поставила очень высокие цели в дальнейшем, поэтому я очень хочу поучаствовать в других международных конкурсах. И я очень надеюсь, что в них я тоже стану победителем. Спасибо тебе, Бала, за плодотворную беседу. Желаю тебе успехов в твоей научной деятельности. Спасибо. Подошло время нашей рубрики «В мире кино». Наш обозреватель Алюмина Курочинова-Кенжева уже в студии и подготовила для вас подборку самых актуальных фильмов на большом и домашнем экранах. Приятного просмотра. Доброе утро всем. Как ваши дела и как ваше настроение? И вот, что я подобрала для вас сегодня. На большом экране идет прокат фильма «Лулу и Брикс». Морской пехотинец должен доставить в Калифорнию служебную сапогу по кличке Лулу. Задание оказывается с подвохом. Лайтовая поездка вдоль Тихоокеанского побережья превращается в адское путешествие, где непонятно, кто кого возьмет. А любителей ужастиков ждет новинка клаустрофобы. В заброшенном бункере в римские времена был храм подземного божества Сарануса. А во время войны нацисты устроили себе убежище. Сейчас же проводятся генные эксперименты и игры на выживание. А юных любителей порадует мультфильм «Пламенное сердце». С самого детства у Джорджи Нолан была только одна мечта – стать пожарным, как папа. Когда в городе стали происходить странные пропажи пожарных и каким-то образом сжигаться до тла театра, девочка решила спасать родной город. В большой прокат вышел фильм режиссера Артема Михалкова «Мистер Нокаут». Картина о жизни и приключениях легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. О его детстве в Суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантам, пограничникам, о его первых успехах и неудачах. История о том, что в любом, даже в самом престижном поединке для спортсмена главное преодолеть себя, свои страхи и слабости. И только тогда можно будет одержать настоящую победу. А на нашем канале сегодня стартует премьерный сериал «Линия света». 18-летняя Варя замкнуто живет с родителями в религиозной секте. С детства девочку учат упорно работать, искренне верить и молиться, а также быть абсолютно послушной. Но девушка сбегает в надежде жить новой жизнью. Сериал можно увидеть в будние дни в 21.20 на канале «Россия-1» после вечернего выпуска «Вестей». На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам приятного просмотра и отличного настроения. Всего доброго. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей». Хорошего продолжения дня. До встречи.